Привет, дорогие друзья! Пусть у вас там пока и полторы калеки, но я продолжаю делать это и для вас в том числе и для себя. Сегодня 11.06.23. В 5 часов почти уже к 6 часам утра я искупался и как обычно сейчас буду вставать здесь на озеро, гор, облаков, красивые виды, потом всю зиму вспоминаем и с новенькой доской оркопедической гвозди от компании САДКУПРОФИ.РУ сейчас буду вставать медитировать подключайтесь ко мне сегодня будет интересная медитация называется дыхание радуги предполагается что мы научимся дышать цветами это будет яркая позитивная медитация которую предлагаю вам пройти привет мой дорогой друг сегодня я пускай метафорически но научу тебя дышать цветами радуги это очень яркое и красочное упражнение которое наверняка понравится тебе и так найти удобное место если тебе так будет комфортнее можешь прилечь эта практика не требовательна к положению тела и как только ты будешь готов сделай несколько глубоких вдохов вдыхая через нос и выдыхая через рот плавный глубокий вдох и медленный выдох и еще раз глубокий вдох выдох вдох выдох и со следующим выдохом позволь своим глазам закрыться отлично продолжать дышать спокойно обрати внимание на точки соприкосновения тела с поверхностью в каких местах оно соприкасается с полом кровати или стулом подвигайся немного чтобы исключить даже малейший дискомфорт представь что сейчас твое тело опирается не только на пол стул или кровать а на фундамент здания землю на всю планету полагаясь на силу гравитации теперь верни свое внимание обратно к телу и ощути вибрации своего дыхания прочитай изменения каждого вдоха воздух наполняет твои легкие и позволяет каждой частичке тела расслабиться еще больше ощути цельность твоего тела рецепторы кожи и головы до ног представь микромир где молекулы воздуха слегка касаются ее вообрази как твоя кожа дышит самостоятельно через поры руки живот спина ноги ступни каждый твой вдох привносит расслабление в каждую часть тела и в жизнь сделай несколько глубоких вдохов таким методом дыхание смывает тревоги и напряжение ты начинаешь чувствовать себя спокойно и расслаблено не открывая глаз попытайся почувствовать свои ресницы словно маленькие волшебные перышки они делают все твое лицо мягким теперь положи руки на колени или на живот пускай они отдохнут думая о своих пальцах как и крошечных перышках которые делают мягким и расслабленным твое лицо позволь своему дыхание уплыть естественно без каких-либо усилий ну что же я думаю что мы готовы отправляться к нашей красивой радуге сделай глубокий вдох и представь как вдыхаешь красивый сверкающий красный цвет он начинает проникать твой нос и проходит внутри вплоть до самых пальцев ног каждый вдох наполняет твое тело этим ярким светом он захватывает каждую частичку тела от головы до пальцев ног он приносит чувство тепла безопасности и любви позволь своему разума и телу прочувствовать эту энергию снова сделай глубокий вдох и представь как ты вдыхаешь оранжевый свет он течет гладко как шелк обволакивая все внутри нежный апельсиновый свет словно фруктовое молоко заполняет все вокруг он символизирует креативность творчество и изобретательность твои идеи обретает смелость и уверенность этот свет напоминает что все твои мечты станут реальностью если не сдаваться и действовать на пути к цели вновь сделай глубокий вдох и прочувствуй как ты начинаешь вдыхать желтый свет прочувствуй как он проникает через нос и начинает растворяться по всему телу от макушки головы до пальцев ног желтый цвет которым ты дышишь самый яркий самый теплый самый мягкий желтый каким только может быть и он сияет внутри кружаясь яркими волнами и частицами он становится все больше и больше пока не заполнит твое тело целиком желтый свет так аккуратно начинает расслаблять твои мышцы и тело ты чувствуешь тепло комфорт и безопасность позволь этому свету окутать все твое тело и разум позволь себя раствориться в нем сделай еще несколько вдохов желтого света позволь ему полностью охватить себя и вновь сделай глубокий вдох и прочувствуй как зеленый свет радуги начинает заполнять тебя мягкий зеленый свет здоровья любви и спокойствия этот красивый зеленый свет проникает в тебя через нос попадая в твое сердце и легкие твое сердце ощущает как она излучает здоровье зеленый цвет заполняет вокруг чтобы сохранить твой разум и тело в гармонии сделай еще один глубокий вдох зеленого света ощути его силу это символ исцеления и здоровья и еще разок сделай глубокий вдох зеленого света пусти его в глубину своего сердца и разума позволь ему наполнить твое сердце добротой и заботой теперь вдохни ярко синий знакомы тебе цвет неба и моря он несет с собой тихую и умиротворяющую музыку используй свое воображение чтобы услышать ее ты можешь подпевать этой мелодии ты чувствуешь как она окружает твои плечи шею и голову как твой подбородок и язык становятся мягкими и расслабленными пусть этот синий цвет напоминает тебя красноречие способности говорить и самовыражаться ты можешь поблагодарить этот символ риторики сделай еще раз глубокий вдох на этот раз ты вдыхаешь ярко фиолетовый свет согласись что фиолетовый очень яркий и красивый я бы сказал необычный цвет он начинает постепенно заполнять твое тело легкий разум принося чувство уникальности и совершенства сделай еще один вдох фиолетового цвета и позволь ему напомнить себе что ты совершенен именно такой какой то есть помни мой друг каждый из нас уникален точно так же как и все цвета радуги и эти цвета всегда с тобой напоминай себе об этом если почувствуешь тревогу или если тебе понадобится расслабиться сделай плавный глубокий вдох и медленный выдох и вновь позволь своим глазам открыться останься ненадолго чтобы распределить эти цвета а мы с тобой увидимся на следующих практиках а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для начала дня И странно, что эту медитацию они говорят, что можно в любом положении делать Потому что если лежа это делать, я бы заснул То есть настолько приятная мелодия, настолько приятный мягкий голос И тема, тема прочувствования через себя цветов Мне даже захотелось еще раз переслушать эту медитацию И выписать для себя значение этих цветов, которые они употребляли Для того, чтобы можно было действительно в течение дня Просто при любой ситуации, достаточно критической Или, например, которая выбивает из колеи Которая заставляет, например, выходить на какие-то сильные эмоции И чтобы останавливать негатив Или возвращаться просто к балансу в течение дня Я думаю, что очень хорошая практика Если просто буквально там сесть где-нибудь на стульчик Закрыть глаза И просто представить себе, что ты вдыхаешь нужный тебе цвет Для восстановления определенной части Вот по которой они символику придумали Не знаю там, как это все сходится с другими методиками Но это особо и не важно Итак, друзья, сегодня медитация у меня, как обычно, проходит Сейчас я покажу Медитация у меня проходит на новых досках Ну, я что, сегодня второй день на них стою И вы знаете, после общения с производителем У меня выясняется интересная новость Я-то, когда покупал, думал, что они динамические А они, оказывается, здесь статика у них Так, сейчас включение саммусируется Ну, потому что не та камера Надо переключиться на родную А не через скрин А не через запись экрана Это все делать А-а-а-а Сейчас мы еще это О-о-о, но все равно Хороший телефон дает хорошую картинку вот про эти я говорил небольшие такие облое но они нам не критичны все-таки ребята значит просто очень классные доски мне понравились здесь каучук снаружи идет здесь гвозди вот для тех кто забывчивый есть всегда под рукой сайт садку профи точка ру и если если использовать он написать там бажена вы получите скидочку 10 процентов вот такие договоренности создал с производителем а сам буду радостью дальше тестировать и вот смотрите уже насколько гармонично смотрится казалось бы я купил вам отдельную лежак и если такую штуку делать для гвоздей это просто мега крутая вещь потому что ее раз поставил на любом любой поверхности защищаются доски во первых они остаются хорошими красивыми не царапать как у меня предыдущие все изгаженные и при этом всегда можно даже с грязными ногами подойти вот здесь вот я там чуть-чуть под обтираю одну ногу встаю потом обтираю вторую ногу стою мягенькая если здесь сделать пенку вообще будет шикарно правую ногу значит потер и уже стою сюда получается что и чистыми ногами более-менее и чистые гвозди остаются поэтому все супер круто единственное что я говорю вот один нюанс что оказывается они все-таки не являются динамичными а вопрос динамики меня для меня был вот в приоритете я конечно ничего не говорю и на этих я постоял достаточно все комфортно приятно больно как должно быть все но будущем все равно рассматриваю динамику потому что я хочу достичь возможности проработки внутренней стороны стопы то есть понятно что по внешней части она проходит но внутрянка остается нетронутая а там сто процентов точно также существует множество точек которые нужно прорабатывать я хочу чтобы у меня это все проходило то есть максимально всю стопу вот так же я договорился что и у них есть разработки супер каких-то гвоздей мега возможно они мега дорогие будут где логика динамики сделано не как обычные гвозди делают обычные гвозди делают подкладывают туда такую подкладку типа прорезиненной или вспененной вещи которая просто продавливается гвоздями под весом а у них там какой-то прям механизм компенсации веса но очень интересно на самом деле я так понимаю что это минус к весу точнее отрицательный момент который увеличивает вес гвоздей но при этом они реально становятся динамическими как и должны быть в принципе они не просто на сопротивление резиновой штуки я то когда покупал именно об этом и думал что снизу стоит резина сверху стоит дерево гвозди стоят на резине приклеены к дереву и получается как ты встаешь проминается каучук и этим достигается достаточно плотная и более-менее жесткая но при этом все-таки динамика должна быть потому что на предыдущих гвоздях у меня именно такая логика и создана но единственное что они здесь в огне плотно поэтому они не шевелятся собственно нормальная классическая доска статическая очень приятная шикарная и больше того скажу что сейчас когда вот этот вес его 200 да по-моему здесь у меня 800 грамм то есть по 400 грамм мои доски предыдущие а здесь кило 200 значит они по 600 то есть буквально 200 грамм на доску добавляется и вроде бы ощущается тяжелее конечно для переноски но когда я с них встаю они у меня не прилипают к ноге и когда я поднимаю ногу они остаются на месте что в принципе дает очень хороший вариант слезание с них потому что на предыдущих гвоздях я ногу поднимаю и еще мне нужно понять чтобы у меня отлепилась доска от ноги потому что она втыкается же в ногу и получается что я могу ну бывало так что я поднимаю ногу от доска висит ее приходится стряхивать еще из себя чтобы потом наступить на нормальную мягкую поверхность вот в общем так сегодня вас загрузил поэтому если есть желание вставать на гвозди или вы ищете качественные доски обращайтесь пожалуйста к ним на сайт сейчас они там сделают систему купонов если она не сделана можете обратиться туда в техподдержку назвать кодовое слово баженов и получить скидку 10 процентов все ребята пока